Доброго дня, уважаемые друзья! Сегодня 15 апреля и, как вы видите, очень бурно развивается растительность, связан это с тем, что вот этот феномен глобального потепления, он особенно в этом году показал себя очень резко. С 1 до 6 апреля температуры поднимались до 32 градусов, это июньские температуры, по сути дела, летние температуры. И вот этот температурный шок дал старт развитию всех растений. Практически у нас цветение ореха началось на 2 недели раньше, и цветение черешни, яблони, таким же образом, скажу вам как аграрник, это меня не радует, потому что, как правило, в ранние весны, когда весна наступает, обычно нас посвящают поздневесенние заморозки. И мы сейчас с ужасом ждем еще этих заморозков. Но уже как будет, так и будет. На какие процессы мы можем влиять, а на этот процесс мы, к сожалению, прилиять не можем. И поэтому это так. Почему мы сегодня в этом саду и вот именно в этом месте? Осенью 2023 года мы комиссионно посадили на камеру вот эти два фундука. Посадили его в междуряде сада, просто Тонда Джентили Романа. И мы обещали показать, как их формировать в дальнейшем. Сейчас я вам покажу, как это делается. И я постараюсь объяснить вам, почему я не делал срезку на крону тогда, в осенью, в ноябре, в декабре, почему я не сделал. А делаю именно сейчас. Фундук, он достаточно такое своеобразное растение. Иногда бывает, что не все почки дают нормальные побеги. Вот место прививки. Мы сейчас удаляем здесь дикую поросль. И подбираем нормально расположенную, скажем, побег. Уже не почку, а побег. Вот этот побег нормально расположен. Ниже опускаться нет смысла, потому что у нас уже готовый штамп. По сути дела, готовый штамп. У нас очень хорошее качество саженцев, и они за первый год выгоняют достаточно высокий штамп. Мы это используем. Мы срезаем не выше этого побега, что оставляем, а срезаем под следующим побегом, оставляем пенек. Этот пенек предохраняет вот этот побег от высыхания. Ну и обязательно надо после срезки, обязательно надо смазать гудрон-депин. Или арбаколом, или садовым варом, или хотя бы масляной краской. Но обязательно надо срез смазать, для того, чтобы предотвратить высыхание вот этого пенечка. Потом, на будущий год, этот пенек мы уберем. В дальнейшем, как будет развиваться, как будем формировать этот фундук, мы вам покажем. Побег этот, когда он подрастет, мы подвяжем пенечку. Это будет штамп, будущее, продолжение штампа. А из этих побегов будем формировать крону. Вот, это тон-то джентиль Романа. А вот рядышком у нас опылитель. Тон-то диджифони, это опылитель. Вот именно то, что говорил я вам, видите? Резать осенью можно было делать ошибку. А сейчас мы подбираем хороший, хорошо развитый побег. Ну вот этот побег хорошо развит. А здесь мы вставляем пенечек. Вот так вот. Вот таким образом делается. С каждым деревцем мы работаем индивидуально. Надо разобраться и оставить именно тот побег, который наиболее хорошо развит. Вы должны понять, при всем вашем величии, вы хозяин сада, вы человек, это звучит гордо. Но вот этот, эта деревица выбрала именно вот этот вот побег. Он наиболее качественно развит, и на нем, ну, есть шанс получить хороший штамп. Поэтому не то, что вам бы нравилось, а то, что ему нравится, надо брать за основу. И тогда у вас будет красивое дерево. Ну вот тут вот можно ниже зоны кранирования мы можем эту поросту брать. Скажем, вас не должно смущать. Если у вас в этой зоне нет хороших побегов, мы можем оставлять их вот здесь, даже ниже. За счет того, что будет достаточное питание, они, значит, до осени у вас вырастут. А если вы оставите удлиненный слабый побег с плохими почками, слабенькими почками, значит, у вас будет вот эта агония проложаться 2-3 года, пока это дерево придет в себя. Надо сразу вот сейчас разобраться и дать ему надежную перспективу развития. Сейчас мы пойдем на другие фундуки и посмотрим, как они выглядят и как их надо формировать. Вот это вот фундук форма номер 14. Хорошие крупные товарные саженцы мы отправили нашим заказчикам. Послабее оставили себе. И вот это более поздняя посадка, они холобей развивались. И здесь вот уместно сделать вот такой срез. Значит, дать возможность растению набрать силу. Вот так вот. Значит, мы укоротили на вот эту вот почку. Так, для того, чтобы сконцентрировать все силы этого саженца на вот этих... Если мы оставляем весь побег, тогда слабая корневая система не в состоянии их воспитать, выкормить. Вот здесь. Это саженец слабенький. Мы подбираем вот так вот эту почку. И укорочим его. Где-то через месяц мы вам покажем, как они развиваются. Они тронутся в рост, и мы уже подвяжем тогда к тычке, для того, чтобы выгнать хороший проводник. Значит, и укорачивание даст старт этим почкам. Где-то через месяц мы подвяжем, выберем лидера, подвяжем его к тычке. А остальные будем прищипывать. Эти почки, они у нас не будут использоваться для формировки, потому что они находятся ниже зоны кранирования. Зона кранирования где-то вот тут, на 70-80 сантиметров до метра. Поэтому они поработают, как и в орехи. Мы им будем прищипывать и оставим для того, чтобы они кормили лидера. А на будущий год центральный побег. На нем будем формировать уже зону кранирования, а их удалим на кольцо. Вот именно такая методика на формировке фундука привитовано орехи медвежьим в первый год. Мы не укорачиваем при посадке, а укорачиваем уже тогда, когда он нам показывает, какие почки ему они комфортно себя чувствуют. Ну а сейчас мы смажем срезы. Вот так вот. Здоровья всем, миров всем. Быть добрым. Продолжение следует...